Быть учителем, сделать выбор в пользу будущего. Так считает учитель в начале класса 2-й гимназии Екатерина Шмаленко. О своем педагогическом кредо Бендерчанка написала эссе и заняла третье призовое место в республиканском конкурсе. Любимый учитель, у этих гимназистов он точно есть. На видео школьные будни викторины открытые уроки Екатерины Шмаленко. И везде счастливые лица ребят. В портфолио педагога самые яркие моменты школьной жизни. В свои 21 под ее началом целых 30 второклашек. Сначала за школьной партой, теперь за учительским столом. Екатерина Шмаленко – выпускница этой гимназии. В родные пенаты привела любовь к профессии. Мудрые наставники помогут советам всегда, говорит учитель. Педагог должен быть справедливым. Я думаю, он должен идти в ногу с молодежью нынешней, понимать их где-то. Думаю, что педагог должен уметь услышать ребенка и найти к любому ребенку подход. Это самое главное. Все дети разные и к некоторым сложнее найти подход, но тем не менее это нужно сделать. У меня никого в семье нет. Учителей, педагогов никого. У меня семья военных. Но как-то родители предложили, и я подумала, что действительно, может быть, себя попробовать в этом. Потому что любовь к детям у меня присутствует, и желание работать с детьми тоже есть. На вопрос, какие хобби у нее есть, Екатерина отвечает, что так любит детей, что в свободное время тоже с ними. Я очень люблю работать с детьми. И даже когда есть свободное время, я занимаюсь с детьми, с ребятами, репетиторством. Летом я езжу в лагерь и работаю в лагере уже четвертый год подряд. Мне очень нравится работать не только с маленькими детьми, но еще и с детьми постарше. В конкурсе «Мое педагогическое кредо» она заняла третье место. Помогал любимый класс. Я для себя вынесла из этого конкурса, что нужно больше взаимодействовать с детьми. И так как я заметила, детям было очень интересно сниматься в моем видео. Они мне полностью помогали. Все мои идеи они поддерживали. Мне кажется, этот конкурс очень важен, так как сейчас многие дети, я уверена, что они, заканчивая 11 или 10 класс, они не знают, кем им быть, кем им себя пробовать, кем быть им по жизни. И я думаю, это видео может помочь другим ребятам, молодым юношам, девушкам, понять себя и увидеть, что здесь можно творить добро в школе, давать знания. Ключик каждой детской душе. Екатерина нашла подход к каждому. Атмосфера тепла вдохновляет и помогает преодолевать трудности. Добра учительница, потому что она всегда, если сделали что-то плохое, она может всегда дать еще один шанс. Екатерина Юрьевна хорошая, добрая. Обычно она не ругается и просто с нами общается. Она хвалит нас за что-то, что мы делаем правильно. Она очень понятно объясняет. Екатерина Юрьевна добрая, красивая. Мне нравятся учителя, у которых каре. Мне нравится то, что она не такая строгая, все понятно объясняет. Ставит нам иногда хорошие оценки. Не рассказывает о плохом поведении иногда нашим родителям. Научить, помочь, позаботиться. Екатерина с этой задачей справляется, говорят родители и дети. Она, как добрая фея, меняет их жизнь в лучшую сторону.